здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик с этого урока и далее мы разберемся как создавать электронные книги и что с этим связано то есть какие форматы существуют электронных книг какие программы их воспроизводят и какие устройства вот я зашел на один из сайтов где можно скачать электронные книги ну вот допустим откроем рекомендуемую книгу 451 градус по фаренгейту здесь тут же мы видим форматы предлагаемые для скачивания это fb2 ртф и пап pdf и txt здесь их можно скачать бесплатно также здесь видите платно где можно заказать другие книги с другого сайта это реклама у нас также ниже можно пролистать и посмотреть другие предложения с других магазинов и соответствующие цены давайте перейдем на другой сайт вот сайт где у нас только платные книги в этих уроках и далее мы будем говорить о формате и пап а вот этом формате и в этом формате мы создадим свою книгу сейчас существует уже третья версиям этого формата свою книгу мы будем создавать программе adobe in design предыдущих уроках мы создавали электронный журнал давайте еще раз перейдем в этот журнал который мы раньше создали а вот он здесь у нас было десять страниц была возможность перелистывания здесь были свои анимационные эффекты также мы ставили видео переход между страницами у нас можно осуществлять посредством щелканье ссылок которые находятся у нас сверху а также здесь мы делали ссылки на внешние страницы то есть на фейсбук на инстаграм как создавать этот журнал мы подробно обсуждали предыдущих уроках давайте сейчас перейдем файл этого журнала и сохраним его уже как электронную книгу и посмотрим какие эффекты будут работать какие-то нет мы свое время этот журнал создавали не с целью конвертировать его в электронную книгу но это также можно будет сделать преобразовав его в электронную книгу и пап а свою электронную книгу сделаем с нуля это у нас будет уже со следующего урока давайте перейдем программу adobe in design вот файл этого журнала которые вы только что смотрели а теперь давайте перри сохраним из программы adobe in design и посмотрим какие эффекты у нас будут работать выполняем команду файл экспорт и чтобы сохранить нашу книгу здесь существуют два формата те которые нам пригодятся а точнее один формат в двух разновидностях тот формат у нас и пап и здесь он представлен вариантом перекомпонуемый макет и фиксированный макет далее мы разберемся в чем разница между двумя этими вариантами сохранения сейчас давайте я выберу фиксированный макет и нажму сохранить здесь видим что у нас версия и папа номер три меня стоит вариант все страницы дальше идет титульный лист то есть первая страница здесь вариант можно ее растрировать давайте выберем вариант не растриживать также выберем навигация по оглавлению многоуровневый стиль оглавления остальные параметры вы видите на экране этот формат и пап может сохранять соответственно картинки во второй закладке у нас есть формат сжатия какое мы хотим получить давайте оставим здесь автоматически этот формат также поддерживает gif анимацию далее здесь можно сохранять css стиле java script мета данные это данная эта информация о самом файле об авторе и других дополнительных настройках и также здесь у нас представлено какое приложение будет проигрывать по умолчанию этот документ здесь мы ничего не меняем просто нажимаем кнопку окей здесь я далее нажимаю окей тоже и тут же открывается у меня браузер microsoft и здесь видим что можно пролистывать той ссылки у нас работает часть анимации у нас тоже воспроизводится но если перейти на страницу видео то видим что видео наши не воспроизводится мы далее научимся ставить в электронные книги и видео но это надо будет делать немного другим методом чем мы делали ранее давайте нажмем на ссылку фейсбука видим что открывается фейсбук то есть ссылки у нас также работают внешне также в этот документ я добавил еще одну страницу я прокручу далее у вас ее не будет здесь просто иллюстрация что еще можно добавить было бы в этот документ видим вот здесь у меня две стоят анимации это гиф анимация то есть гиф анимации видим поддерживается и здесь у меня стоит ссылка на видео я звук уберу и запущу его видимо но воспроизводится и можно также в электронной книге ставить видеофрагменты я закрою этот файл я перейду на рабочий стол и давайте посмотрим какие программы можно использовать для просмотра электронных книг в моем компьютере установлена сейчас вот три программы и также два браузера которые лучше всего поддерживают этот формат и пап это браузер microsoft браузер яндекс может воспроизводить но не в полном объеме программа adobe digital и дешевый версии 45 ее можно установить ссылку на эту программу я дам также у меня установлена программа ice cream book reader vital source book shell если пользуетесь windows то по молчанию у вас должен быть вот этот браузер от microsoft а давайте его будем пока использовать потому что он находится в системе windows у большинства пользователей далее мы поговорим о формате и пап а сейчас давайте посмотрим из чего мы будем делать свою книгу я открою файл в ворте у вас будет ссылка также на вот этот документ здесь книга год 2150 текстовый документ вот из этого текстового файла мы создадим свою электронную книгу давайте посмотрим какая она получится я запущу вот эту программу от adobe открывается интерфейс программы здесь у меня находится ряд книжек а вот я ее запущу в этой книге у меня находится видите 296 страниц пролистывать эту книгу можно щелкая снизу вот здесь на стрелочках на второй странице у меня находится содержание можно переходить на отдельные главы книги используя ссылки представленные здесь например давайте перейдем на главу 5 вот она открывается либо слева у нас находится также содержание которое также кликабельные и которые тоже можно использовать давайте перейдем вверх на предисловие назад кроме содержание в этой книге есть предметный указатель давайте посмотрим это было сделано все в индизайне в программе adobe indesign сам предметный указатель оглавление также сноски которые здесь вот представлены если нажать на предметный указатель то происходит переход на конкретную страницу где используется слово которое было у нас указано предметном указателе в этой книге можно увеличивать шрифт для удобства чтения что весьма удобно также можно создавать закладки чтобы найти быстро нужную часть книги давайте сделаем здесь закладку на главу 1 щелкаем на соответствующие кнопки create bookmark давайте еще перейдем в третью главу примеру и делаем еще закладку теперь щелкаем на кнопочке bookmarks и здесь видим уже сохраненные наши закладки и мы можем быстро перемещаться по этим закладкам чтобы найти нужное место в книге такая в целом у нас получится книга также у нас будет другой вариант этой книги давайте его запущу этот вариант похож на предыдущую книгу но он сохранен немного в другом формате здесь например видим что содержание у нас уже выводится по-другому и здесь у нас 97 страниц давайте перейдем в первую главу здесь я добавил новые возможности которые поддерживаются этим форматом это вставку видеодокументов в которых может присутствовать звук если он заложен это у нас на пятой странице далее у нас видим присутствует графика то есть обтекание которое мы можем создать программе адопин дизайн для текста а также здесь можно заметить что снизу у нас находится с носки также далее давайте я пролистаю немного вперед здесь у нас находится вот видеофайл но уже со звуком и далее на следующей странице я поставил гиф анимацию которая также поддерживается этим форматом также этот формат поддерживает математические формулы как например вот действует и также ряд анимационных эффектов которые мы создавали и рассматривали ранее мы также рассмотрим как их создавать и внедрять в книгу также на последней странице нашей книги я собрал часть эффектов которые мы будем использовать это вставка видео гиф анимация анимация в разных вариантах здесь вот видите можно переключать то есть интерактивные кнопки можно создавать давайте непосредственно начнем создавать эту книгу открою пустую папку и создам папку и назову эту папку сегодняшним числом меня 5 10 19 года сделайте папку со своей датой сюда мы будем сохранять наши материалы это что у нас получится под этим видео я поставлю ссылку на вот эти вот файлы которые я буду использовать я их скопирую вы тоже скопируйте под видео и созданием папки нашего проекта папку и назовем ее по-английски ай и сюда вставим соответствующие файлы здесь у нас находятся видеоматериалы текстовые документы гиф анимация здесь же давайте создадим еще одну папочку я щелкаю правой клавишей создать давайте назовем итог я зайду в эту папку и вставлю файлы которые мы им создадим в итоге это файлы непосредственно электронных книг которые мы получим здесь у меня два похожих файла 2150 f и пап и 250-п и пап это одна и та же книга но сохраненной немного в разных форматах в одной находятся эффекты другой эти эффекты я удалил потому что они не воспроизводятся правильно в некоторых просмотрщиках давайте вот выделим сначала вот эту книгу 2150 f щелкаю правой клавишей у меня в меню открыть с помощью предлагается выбрать программу которая может воспроизводить эти книги здесь у вас я думаю другой список программ давайте я открою с помощью браузера microsoft щелкаю на нем у меня открывается последняя страница потому что я перед этим открывал этот документ в этом браузере давайте перейдем на первую страницу я щелкаю по центру и здесь я прокручиваю влево на первую страницу попадаем в обложку и здесь соответственно пролистывая дальше справа на стрелочке можно видеть элементы те которые мы будем создавать это один наш вариант книги второй вариант это вот этот давайте также его откроем и посмотрим чем он будет отличаться я также щелкаю правой клавишей открыть с помощью и также выберу браузер microsoft эта редакция книги у нас будет выглядеть немного по-другому снизу видим у нас идут проценты здесь также можно перелистывать но нет стрелочек слева справа можно просто щелкать по бокам и происходит перелистывание в этой книге я удалил ряд файлов это видео анимацию которая не будет воспроизводиться в этом формате но в этом формате есть ряд своих преимуществ например вы можете увеличивать шрифт этой книги делать его крупнее а предыдущем варианте мы не можем увеличивать шрифт книги мы можем только увеличивать саму страницу видим страница увеличивается якобы шрифт становится больше но по бокам текст у нас становится за пределами нашей страницы если вернуться программу от open design где мы будем создавать эту книгу я напомню при экспорте у нас есть два формата сохранением электронной книги в и пап это первый вариант перекомпонуемый макет и фиксированный макет так вот фиксированный вариант у меня помечен буквой f а перекомпонуемые буквой п то здесь вот видите 2150-ф это фиксированный макет и ниже у меня стоит с меточкой p это перекомпонуемый макет как мы видели в перекомпонуемом макете можно увеличивать шрифт а фиксированным нельзя увеличивать и страницы уже четко заданы по размеру но зато там идет поддержка больших эффектов те которые могут быть в этом формате далее мы рассмотрим на практике чем это у нас еще отличается давайте сейчас рассмотрим из чего в принципе этот формат состоит здесь чтобы просмотреть структуру нашего документа нужно сделать небольшие манипуляции с расширением нашего файла давайте сделаем дубликат копию этого файла чтобы не испортить оригинал я жму копировать вставить копируем этот документ щелкаю на пустом месте и жму вставить то есть делаем копию этого документа мы давайте назовем его немного по-другому я здесь после f напишу циферку 0 чтобы он отличался от оригинального документа щелкаем чтобы изменить имя этого документа один раз левой клавишей и здесь аккуратно до точки стираем все что написано то есть расширение нашего файла и пап и здесь давайте напишем слово zip по английски маленькими буквами это формат сжатия файлов как вы знаете надеюсь и жмем на пустом месте снизу что программа применила внесенные изменения здесь я нажимаю да и получаем этот файл уже как архив за архивированной формате zip теперь нам нужно разархивировать этот файл тогда мы увидим структуру этого файла документа и формата и пап щелкаем на нем теперь правой клавишей и я выберу извлечь все либо вы можете разархивировать другим способом если у вас какой-то другой раз архиватор присутствуют на компьютере если у вас это не получится сделать то задавайте мне вопросы щелкаем извлечь все я нажимаю просто извлечь по умолчанию это та же папка в которой находится наш документ она у меня открывается я ее закрываю появляется новая папочка это разархивированный вот этот вот документ заходим внутрь ее еще раз и видим уже непосредственно структуру нашего документа и нашего формата здесь находится ряд файлов которые и воспроизводят непосредственно книгу давайте зайдем вот в эту центральную папку здесь мы видим файлы css шрифты картинки скрипты и видео которое находилось в нашей книге давайте зайдем папочку видео здесь у меня лежит видите два файла мы видели этот видео фрагмент в нашей книге закрываем его откроем папочку имидж здесь лежат у нас картинки те которые использовались в нашей книге и которые мы также будем использовать шрифты это шрифты те которые использовались также в этой книге папочка css и также видим непосредственно все страницы нашей книги если посмотреть здесь видим 97 страниц это каждая страница в отдельности написано на языке html эти файлы можно просмотреть в любом текстовом редакторе в том числе и в блокноте давайте я их открою вот в этом редакторе notepad++ вы можете использовать тот же блокнот если у вас этого редактора нету нижний файл тос это у нас само содержание я перетягиваю в эту программу и здесь мы видим непосредственно все главы нашей книги которые мы создадим в дизайне здесь мы видим стандартный документ в html и то есть будем тег по навигации тег нав h2 и другие теги если вы знакомы немного с языком html это вам здесь будет более понятным то что написано такова структура самого этого файла нашей книги в нашем случае эти файлы у нас будут создаваться автоматически и генерироваться программой давайте я перейду непосредственно в саму книгу сделанную программе адопин дизайн от которой мы будем далее создавать эту книгу вот оригинальный файл который у нас будет получаться при создании нашей книги еще стоит сказать про этот формат если перейти например на вот этот вот сайт ipad test.org здесь можно посмотреть дополнительную информацию о этом формате например результаты тестированием какие программы это поддерживают и какими лучше пользоваться ссылку вы видите на экране я щелкаю на закладке результ здесь мы слева можем видеть какие программы и какую поддержку они оказывают давайте я только переключу это на русский язык слева мы видим программы которые здесь тестировались как мы видим наша программа она на разных устройствах есть представлена windows android и другие также ниже давайте найдем браузер microsoft который мы также использовали что у него два первых параметра довольно таки большие то 80 и 100 процентов эти два первых параметра у нас отвечают за базовую функциональность и не визуальное чтение в этом списке у нас как мы видим представлено 45 позиций этот урок у нас был более теоретически мы разбирали что такое формат пап в следующем уроке мы уже непосредственно начнем создавать нашу электронную книгу то есть это вот этот вот документ в программе адапин дизайн в результате чего мы получим вот такой вот современную электронную книгу которую можно читать будет на компьютере также как и на смартфоне это мы уже будем делать в следующем уроке а пока проделайте то что мы сделали если будет вопросы по текущему уроку задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке